всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 20 апреля сейчас хочу рассказать вам что я решила с ранней высадкой вот когда два дня назад я попросила совет у зрителей своих у подписчиков у зрителей просто стоит ли рискнуть в связи вот с такой аномально жаркой погодой стоит ли пораньше высадить и пришло очень 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 много комментариев большинство из них конечно сказали да стоит рискнуть такой шанс и среди них я все-таки дождалась один комментарий который я надеялась получить написала одна зрительница что все-таки такой год был 22 года назад когда с самого начала апреля установилась теплая погода плавно переросла в лето и не было возвратных заморозков вообще все-таки значит чудеса бывают а нынче год очень похож на чудесный на такой насчастливый не говоря уже о том что у меня вчера в пасху котятки родились такие красивые надюша родила и такая жара стоит и нынче у меня теплица с подогревом я боялась же первый раз высаживала высадила раньше на месяц и тут мне погода помогла никаких не было сильно ни морозов ничего все уже там цветет благоухает и я думаю что нынче бог и природа на моей стране и дальше будет тепло сейчас расскажу про планы которые ну как в соответствии с вашими вот этими рекомендациями я для себя придумала конечно многие мне пишут что вы же всегда говорите решать каждый должен сам отдельно вот вы сами и решите и все были уверены что пишут зачем вы спрашиваете вы все равно сделаете по-своему но услышать мнение других людей все равно интересно большинство склонились все-таки к тому что рисковать нужно что риск это дело благородное и что даже если будет небольшой минус вот в этот теплый период если растение успеют укорениться прихватиться то потом верх можно прикрывать и все я решила я сделала инвентаризацию на второй этаж на гараж залезла там он сейчас начинаю подносить там оказалось у меня столько укрывного материала что можно укрыть вообще весь мой огород не только теплицы у меня если порыться хорошо оказывается много чего припасено нашла столько всяких смотрите это все у меня укрылочные все постираны скручены это все прибирала прибирала о некоторых даже я уже забыла нашла даже магазинный рулон еще не использованы полиэтиленовой пленки так что огромное количество еще дуг нашла на втором этаже в гараже очень много всего конечно все это нужно использовать вот начну применять и начну я конечно когда завтра послезавтра не знаю начну высаживать с бордюров про бордюры все зрители в один голос говорят что те которые заваленки теплицы их обязательно нужно высадить сейчас рано потому что все таки от теплицы тепло там они подняты над землей и там более комфортные условия для томатов а тем более они скороспелки вот эти которые детерминатные штамбовые они невысокие их всегда можно укрыть это я буду высаживать однозначно потом однозначно высажу раньше вот эту теплицу которая без обогрева совсем и у которой ну там не очень плотный такой поликарбонат я всегда я прошлом году высаживала ее в мае в начале мая в этом году я сейчас буду высаживать ее вот в конце апреля то есть на 10 наверное да на 10 дней на неделю раньше ну потому что раньше все равно не получилось тут пасхальные праздники все и вместе с этим и в эту теплицу и в открытый грунт я все-таки сделаю тоннель для тех томатов которые будут на постоянном месте вот смотрите я в тоннеле без раздумия если бы рассаду вот эту вот толстоногую нашу сибирскую я без раздумия высадила бы еще позавчера и укрыла бы и укутала бы все было бы нормально но у меня моя проблема состоит в том что нынче я же буду высаживать сюда не низкорослые толстоногие детерминатные а я хочу высадить нормальные крупноплодные высокорослые томаты просто чтобы они были чуть-чуть пораньше и тут у меня встает проблема у меня же я всегда укрывала дугами дуги не очень высокие а сидеть им здесь под укрытием до июня это еще считай больше месяца потому что у нас в июне могут быть возвратные заморозки и вот тут мне нужно что-то делать с конструкции тоннеля потому что тоннель должен быть намного выше если я под низкий тоннель высажу они у меня обязательно они уже рассада хорошая такая высоковатая они у меня обязательно упадут и перерастут к земле один год у меня так было они приросли к земле поползли поползли и зацвели и потом когда их отрываешь от земли они же там ну между собой расползаются то очень большие повреждения вот здесь мне крепко нужно подумать мне нужно придумать какую-то конструкцию очень высокую чтобы возможно высадить сразу привязать колышком и потом уже закрыть и запаковать и чтобы они росли там длительный период влаги им там хватит я знаю прекрасно что если сверху будет целлофановая пленка то можно месяц их не поливать земля у нас еще влажная испарению я не дам ей испариться но с высотой я бы высаживал уже и сейчас но у меня все низко низкие дуги под но под выращивание рассады именно в рассадном периоде вот вообще короче план такой начну с бордюров бордюры то обсаживать там не нужно никаких сильно укрытия сверху не тканкой прикрою если что первую неделю тут прямо завтрашнего дня они у меня будут полностью открытые без всяких пленок без всего потому что разницы нет что они у меня сейчас придомовой теплицы были там такая же температура как на улице и на солнце стояли что я их высажу температура тут такая же и солнце такое же они даже не почувствуют что их переместили с одного места на другое с тоннелями буду думать может быть поищу какой-то готовый куплю конструкцию от видела в интернете что вот такие прям высокие что люди туда заходят но это не теплица а какое-то устройство с покрытием все ну вот нашла эту конструкцию о которой я говорила в интернете вот она высокая что туда можно даже зайти к сожалению навела справки у нас в городе нет надо заказывать через интернет но из барнаула доставка очень быстро сейчас все садоводы заперты по домам у них реализация вероятно падает и они делают доставку прямо в тот же день когда закажешь сказали в течение двух дней привезут так что будут будет тоннель у меня нынче высокий в который я смогу заходить прямо в течение двух дней Продолжение следует...